Раскадровки Они могут быть просто набросками крандаша, палка-палка огуречек и стрелочки Но они все равно будут выполнять свою функцию и каждый тип раскадровки будет работать Я сейчас объясню, зачем нужна раскадровка Ну вот, к примеру, я режиссер Так, ты будешь оператором Куда камеру ставить? Так, давай иди сюда, ставишь сюда Вот здесь у нас, да, вот здесь вот, да, вот Да, три метра у нас стоит актер Ты даешь средний план, потом разворачиваем, даем контр-план Вон там вот, да-да-да, вот у той кучи мусора появляется терминатор Ты будешь терминатор, ты стоишь здесь, а ты его заметил, ты вскидываешь свою мега-пушку Хорошо Так, в это время мы видим нашего персонажа Он это увидел, он понимает, что ему светит Представляете, да? А он, у нас подошли актеры, сейчас я вам объясню, что у нас происходит Понятно, да? Долго, неудобно А вот теперь я вам покажу вот эту сцену Сколько у нас секунд ушло? То есть, раскадровка сокращает время Экономит деньги, бюджет фильма, видеоролик, неважно Она позволяет понять, какие сцены у нас будут, а какие у нас вырезаются Она позволяет понять, как у нас, что у нас будет видно в кадре Какие у нас актеры, как они у нас стоят, что у нас там еще в кадре валяется, бегает, летает Мы это можем показать любому члену съемочной группы и очень быстро объяснить, что от него требуется нам Оператору, осветителю, актеру К примеру, четвертые чужие сценарий был сделан в виде раскадровки Полностью И напечатан книжками и разоснут по делам Все достаточно подробно Двести восемьдесят шесть листов Раскадровки бывают разные Они могут быть очень подробными, вот как, к примеру, для чужих Они могут просто показывать атмосферу Это первый керминатор Сцена с нами В видеорекламе оно немножко не так грандиозно Ну вот прямо сейчас на примере делал Я делал раскадровку для рекламного ролика Ютелла Они как раз запускали новую услугу, что у них там мега дикая скорость Я проинвестировал несколько сценариев В итоге выбрали этот сценарий Вот у нас сидит парень Человек начинает двигаться У него уже волосы раздывают Сильнее, сильнее Куда-то полетел, полетел Пошла камера Его облетает Мы видим, что он сидит перед компом Если бы это все в тексте подавалось Сложно, сложно А так все наглядно Раскадровщик, он не заметен во всей работе над фильмом Над видеорекламой Но это человек, который должен быть рядом с режиссером Он должен понять режиссера Он должен увидеть его глазами эту сцену, этого персонажа, эту историю И визуализировать ее Та же вещь была на съемках одного фильма Там я достаточно гораздо с ней работал с режиссером Видимо, судьба моя такая Спасать в последний момент проект В общем там Два месяца до начала съемок У нас нет раскадровки, надо быстро Два месяца на раскадровку, на фильм Это очень мало Потому что объем раскадровки был примерно такой Причем там изменился сценарий по ходу дела И мне пришлось где-то четверть или треть, не помню, перерисовывать Я ездил на съемочную площадку Это за городом Делал партию Привозил ему на съемочную площадку Мы с ним садились Он мне объяснял Следующие несколько сцен В идеале Это садится съемочная группа И обговаривает, что они будут снимать Как это они будут снимать И раскадровщик это часть команды И он общается не только с режиссером Он общается с оператором Он общается с человеком, создающим эффекты Он общается с каскадерами На другом проекте У нас там было много трюков И я подходил к каскадерам И спрашивал Слушайте, вот это возможно или нет? Слушайте, нет, не возможно А вот так вот, да Так будет возможно И так, кстати, будет эффектно Кстати говоря, то, о чем говорит Костя То, что вы собираетесь там два года Или полгода прожить на съемочной площадке Меняя свои раскадровки Не забудьте за это денег попросить Заранее Потому что потом Потом придется сказать Как, ты ни разу не собирался У нас жить на съемочной площадке В заботе экономии? Чуть у нас в бюджете этого не заложено Вот, поэтому вы прям четко говорите там Да, вот ключевые кадры я нарисую здесь Захожешь что-нибудь менять? Извини, у меня цена кадра ровно 15 или там 20 Или сколько договоришься долларов И будешь меня вызывать еще куда-то ехать И не забудьте платить мне машинку туда и обратно Ну, чтоб вас позабавить Еще вот Знакомые несколько Первый Гарри Поттер Ну, тоже достаточно подробная раскадровка На западе раскадровки зачастую рисуют достаточно крутые иллюстраторы Раскадровки по-разному выглядят Обычно справа остается место Оставляет место под комментарии На совсем таких подробных раскадровках Там идет комментарий Пометки для кохтера По реквизиту Гарри Поттер и Принц Полукровка Бомбин кадр показывает, как он двигается Что с ним происходит Это один и тот же человек Нам показывается, что камера идет Раскадровку еще используют на стадии монтажа Когда монтируются какие-то очень сложные сцены И в них участвуют спецэффекты Иногда делается такой аниматик Когда просто собирается черновик сцены Чтобы посмотреть, как это будет выглядеть Чтобы режиссер мог посмотреть Это конец «Властелина колец» Сначала у нас те планы, которые отсняты Будут с живыми актерами Сюда же вставляются 3D сцены Глубо-глубо смоделированные То есть не финально отрендеренные Накладывается звук Когда смонтирован черновик Режиссер может понять, сколько у него занимает времени вся эта сцена Какие планы надо убрать, а какие вставить Или поменять местами Или что-то вообще с ними сделать Звездные войны Был сделан сначала аниматик И потом уже смоделировано сцену Вот такая видеораскадровка Никогда не показывайте аниматик заказчику Только режиссеру Потому что заказчик реально Ты вот прямо объясняешь ему Что это просто картинки расставленные под звук Он смотрит и говорит Какая хреновая у вас анимация Актеры так неубедительно играют Сколько у вас времени уходит один кадрик например нарисовать Ну вот найти композицию эту и нарисовать На первой читке сценария я сидел с блокнотом И просто делал конспект Раскадровочный конспект Слушая режиссера Я просто вот рисовал и я видел эту сцену в голове Ну это просто собственно нарабатывается Кстати это мне помогло в некоторых вещах в комиксах Дневной дозор Вы следите за раскадровкой тоже А то через некоторое время да Начинаешь смотреть это видео Почему я вам показываю это видео Чтобы было понятно В раскадровке оно может быть немножко по другому выглядеть А в финале видеоряд может Иной раз отличаться от раскадровки Просто уже на самой съемочной площадке Или до этого будут пройти какие-то идеи Так, а давайте так снимем Вот так Аплодисменты 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 Аплодисменты